Подписывайтесь на канал ЛизАп. Парни снимают много разных интересных видео, в том числе лайфхаки, топы, влоги и, конечно же, интересные факты. Рекомендую, ссылочка в описании. Одна из главных теорий возникновения человека гласит, что жизнь на Землю попала с другой планеты. Логично предположить, что инопланетяне вполне могли бы оставить за собой следы своего пребывания. Добро пожаловать, это 20 артефактов, оставленных пришельцами. Моаи. Каменные монолитные статуи на острове Пасхи. 887 гигантских скульптур, людей с большими головами, которые охраняют береговую линию. Каждый из этих камней весит более 14 тонн. Многие полагают, что при их создании древние люди пользовались помощью инопланетян. Желобчатые сферы были найдены шахтерами Африки. Это небольшие металлические шарики с желобками по экватору. И их возраст примерно 3 миллиарда лет. Кто сделал их и для чего, остается большой загадкой. Во Владивостоке был найден в куске угля небольшой трезубец. Мужчина, нашедший его, решил отнести его к ученым, и выяснилось, что это цельный кусок алюминия, который практически точно имеет искусственное происхождение. А самое интересное, что его возраст 300 миллионов лет. Многие считают, что это запчасть инопланетного корабля. Религиозные люди, скорее всего, отвергнут эту идею, но исследователи НЛО в нее твердо верят. В Библии описаны инопланетяне, это ангелы. В книге Изекиля пророк описывает огненную колесницу в небе, ведомую херувимами и мерцающими вспышками. Начиная с 1930-х годов стали обнаруживать сотни похоронных камней в гробницах древних инков. На камнях изображены различные сцены операций на открытом сердце и даже по пересадке мозга. В середине прошлого века в Гватемале в джунглях была найдена огромная каменная голова. Черты лица не похожи ни на одну из народностей, населяющих эту местность. Интересно, что взгляд ее направлен в небо. В 1998 году было найдено нечто похожее на трехконтактную электрическую вилку, вставленную в маленький камень. Непонятно, как это все работало и работало ли вообще, но сегодня цена этого экспоната около полумиллиона долларов США. В Центральной Америке был найден маленький предмет возрастом примерно тысячу лет. Он отлит из золота и выглядит в точь-в-точь как летательный космический аппарат, очень похожий на Space Shuttle. Естественно, люди тех времен знать не знали, что такое вообще летать по небу. Одной из самых спорных находок являются артефакты в пирамидах Майя. Камни и полотна, на которых явно изображены летающие тарелки с пилотами. Большинство ученых уверены, что это подделка. О египетских пирамидах нам известно многое. Все уверены, что их строили древние египтяне и рабы. Но есть одно но. Пирамиды расположились в месте встречи самых длинных меридианов широты и долготы. Неизвестно, как необразованные люди могли расположить именно в этой точке такие монументальные строения. Махабхарата и Рамаяна – древние индийские эпопеи, которые изображают большое сражение в небе. В нем были задействованы загадочные летательные аппараты, называемые Вимана. Они были оснащены оружием, подобным ядерной бомбе. Возможно, так были изображены гром и молния, а возможно и корабль инопланетян. Пак Каль – правитель одного из древних мексиканских поселений. Был похоронен в храме надписи в очень загадочном саркофаге. Сторонники теории НЛО считают, что Пак Каль изображен взлетающим в космическом корабле с кислородной трубкой во рту. Линии Наска были созданы людьми в Перу. Эти линии представляют из себя серию гигантских геометрических фигур и животных, рассмотреть которые можно только с воздуха. Многие считают, что они сделаны как обозначение места посадки НЛО. Эта сенсационная находка была сделана в 1908 году на греческом острове Крит. Это необычный глиняный диск диаметром всего-то 15 сантиметров. Этот неровный диск с обеих сторон был покрыт загадочными знаками, необычными фигурами и неизвестными существами. До сих пор он не расшифрован, оттого многие считают его внеземным. При раскопках в Стамбуле была найдена небольшая скульптура космической ракеты на одного человека. Она полностью аэродинамически правильна, а к пилоту проведены кислородные трубки. Артефакту предположительно 2500 лет. Стоунхендж. Уже загадка не первый век. Неизвестно, как эти огромные камни добрались до своего места и как удалось выставить их так, что они предсказывают дни солнцестояния. Возможно, инопланетяне таким образом показывали древним людям строение вселенной. Хрустальные черепа были найдены в 1928 году на полуострове Юкатан. Весят они около 5 килограмм каждый. Они идеально гладкие и сделаны так аккуратно, что уфологи сразу предположили, что это дар пришельцев древним людям. В 1934 году в Техасе был найден молот в известняке. С виду ничего необычного. Но фишка в том, что химический анализ показал, что металлическая часть состоит из практически 100% железа. Чтобы вы понимали, такого качественного материала человек не получал за всю историю металлургии. Большое сходство с космонавтами имеют древние японские статуэтки Догу. Им примерно 10 тысяч лет. И в японской культуре точных данных о их предназначении пока что нет. Ну и конечно, самый известный предполагаемый артефакт пришельцев на нашей Земле – это рисунки на полях. Их идеальная форма, причудливые линии и огромные масштабы ненароком толкают каждого на мысль. Человек это сделать ну никак не мог. Стоит задуматься, а вдруг жители других планет пытаются нам что-то сказать. Надеюсь, когда-нибудь эта тайна будет разгадана. Ну и конечно, сказать нам спасибо можно просто поставив лайк. Ну и подписаться, конечно же, не помешает. На этом все.